Сами впервые, а ты сколько не делаешь? А, ну чё, как славится здесь? Ножки вот сюда. Ну чё? Ну давай уже, я тебя выбираю. Давай, что ты пишешь. Вот это его тема, наверное, выбирается. Да я так думаю, что это уже. Ну что, дорогие друзья, давайте начнём заканчивать уже наконец-то. Исторично затягивайте нас. Поприветствуем нашу петербургскую коллегу, выпускника кафедрии теоретической физики. Исторично затягивайте меня, пожалуйста, Александр Ильич. Большое спасибо организаторам, что меня спрашивали. Большой радость здесь находиться и откуда-то выступить. Ну вот, значит, теория перекаляции, вот у меня обозначена тема. Конечно, вот мы сразу смотрим, если вот есть слово «теория» в названии, это говорит о том, что, как правило, что это какая-то огромная область человеческих знаний, такая уже сформированная, сложившаяся. И это действительно та, теория перекаляции, это большая вообще тема. Я хоть какую-то значимую часть этой темы рассказывать не собираюсь, но это и невозможно сделать в таком коротком докладе. А я бы хотел свое внимание просто расстрелить. Вот это слово «перкаляция». Кто-то его, может быть, слышал, кто-то – нет. Ну, скорее всего, вот это слово кажется незнакомым. И вот цель этого доклада – рассказать, что это слово «перкаляция» вообще, какие там, зачем оно нужно, какие задачи вообще там характерные ставятся, и что можно из этого извлечь, какую информацию. Так, ну, следующий слайд. Придумай какой символ, чтобы я понимал, чтобы только я понимал, что слайд уже появился. Да я буду тебе просто говорить с помощью, пожалуйста. Так, ну вот такая небольшая предыстория, середина 50-х годов. Значит, вот британская организация по исследованиям применения угля. Вот тут изображено там шахтеры. Это вот с их официального сайта просто я взял эту картинку, их логотип. Значит, организация, которая, ну, как я уже сказал, занимается различными приложениями угля. Там еще его плоды бывают, ну и куда его можно еще использовать. И, значит, одно исследование вот в этой организации, те середины 50-х годов, как они проводили, значит, это вопрос создания вот этих, ну, как идти, противогазовой маски, ну, вот, на основе... Как типа газа? Ну, да, 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 что-то типа этого, на основе из... Угля? Угля, да. Ну, не знаю, там, насколько... В общем, да, применение угля для фильтрации газа. И вот, значит, вот, появление вот этого слова перфеляция термина связано с именами вот этих двух джентльменов, значит, Бродбенд и Каммерсли. Ну, сначала Бродбенд, он в то время учился, ну, был аспирантом в университете, и он вообще математик, он, ну, занимался вопросами статистики, и вот свою вот эту научную деятельность он выполнял вот по заданию вот этой организации. То есть, предложили ему рассмотреть, ну, как вот, собственно, вот этот вот, из вопросов статистики, математической статистики, как вот этот газ, он через этот угольный фильтр проходит. Вот, можно, пожалуйста, следующий слайд. Ну, вот какая-то картинка, ну, как-то так это примерно выглядит, но это уже какая-то современная картинка, это просто по первому запросу в угли, тогда в те времена они там как-то похуже, наверное. Ну, в угли или вот этот там какой-то уголь, который там в этом основном элементе. Ну, подробнее, да? Ну, интуитивно понятно, что уголь, он пористый, какие-то там в нем отверстия, и если эти отверстия достаточно широкие, то газ, он глубоко проникает туда, вглубь этого фильтра, ну, и где-то там адсорбируется. В его объеме. Но если поры мы сделаем узкими достаточно, но он дальше поверхности у нас просто не пролезут этим оливковым газом. Вот какая-то картинка эта. Вот эти вот поры изображены, да, и... То есть задача перед ним стояла рассмотреть, как в зависимости от ширины, характерно ширины этих пор, насколько глубоко у нас газ проникнет. И можно вот еще предыдущий слайд, на секунду. Да, и вот, собственно, на одной... Ну, он с этой темой поехал на какую-то конференцию, там после конференции была какая-то вечеринка. Там он познакомился с этим вот, впоследствии со своим коллегой Хаммерсовым. Он тоже был математик. И просто они об этом, ну, разговорились, обсудили и решили вот... Так, пожалуйста, следующий слайд. И вот еще следующий. Вот, да, вот эта вот работа. Вот видите, в 56-м году она отправлена в журнал. Причем 56-м я отправили, тут вот эти где-то... Ничего не видно, но в 57-м году ее публиковали. Кто-то уже, я слышал в первый день, кто-то упоминал, что тогда как-то большой промежуток времени, как правило, проходил между моментом отправки на публикацию и ее публикации как-то. вот этот термин, они здесь, ну, пишут о том, что, как бы, они заметили, что есть вот такой класс, ну, вот они вообще математика, но заметили, что есть, как бы, вот такая новая физика за этим стоит, как такой новый физический процесс. Процесс перкаляции. Следующий слайд, пожалуйста. Да, вот слово-то, вот это английское перкаляции, ну, в общем-то, вот его перевод. Это протекание, просачивание, фильтрация. То есть теория перкаляции, на самом деле, это просто теория протекания, но в русской литературе просто закрепился вот этот термин «церкаляция», ну, по аналогии просто с английским словом. То есть на самом деле это просто вопросы протекания, ну, как, например, газ протекает через этот фильтр. Следующий слайд. Да, ну вот, предлагаю рассмотреть вот такой простой и мысленный эксперимент, провести. Вот, сейчас мы абстрагируемся от этого фильтра и так далее. Просто вот такая абстрактная задача. Вот возьмем сетку, ну, проводящую сетку, сетка из какого-то материала, вот, такая вот простая, квадратная. Ну, там, мы можем взять вот такие, как называемые экранные сетки. Это вот, знаете, наверное, сетки, которые для экранировки используются. То есть это вот какой-то там металл. Ну, какие-то там вот это миллиметры расстояния, например, да, небольшие. Ну, макроскопические такие. Вот эта сетка, значит, слева и справа как припаянные к этой сетке. Ну, как это занимается? Ну, вы понимаете, что там припаять надо, чтобы там ток потек. Ну, вот видите, тут вот слева и справа как бы выход, это там провода. То есть мы вот эту сетку сейчас возьмем, сеть, ну, сетку замкнем и зададимся вопросом. Мы будем измерять проводимость. Проводимость этой сетки. Значит, ну, понятно, что сетка есть, там вот течет слева направо. А теперь, что будем делать? Вот мы возьмем наугад какой-нибудь узел. Вот он, это вот, вот такой вот узел вот здесь, вот увеличенный. Любой наугад возьмем узел и просто кусочками перережем вот по всем четырех сторонам, вот как здесь показываем, мы отрежем. Просто вырежем кусок. Ну, ладно, возьмем наугад другой. Снова. Случайным образом отрежем и так далее. Вот сколько-то мы этих узлов вырезаем. Ну, как изменится вот эта наша измеряемая проводимость в зависимости от того, сколько мы узлов на вырезаем. Ну, понятно, что узлы вырезаем, если изначально только он напрямую мог протекать, то мы тут, когда мы ничего не повырезаем на сетке, ему, ну, как бы, больше путь-то придется пройти, а проводимость она зависит от, ну, надо сказать, что материал какой-то вот сфиксированной проводимостью, ну, как микроскопического проводимости, если по большему расстоянию он проходит, ну, соответственно, больше там рассеиваются электроны, проводимость у нас будет уменьшаться. Ну, ладно, мы продолжим наше занятие, будем опять наугад эти узлы вырезать, ну, ну, вот здесь показано, что мы вот эти узлы вырезаны, мы будем, например, черным обозначать, вот здесь сетка поменьше, а неблокированные узлы будем белым вот. Ну, вот мы так наугад повырезали, ну, понятно, до какого-то, в какой-то момент мы доиграемся, вырезаем так, что просто у нас левая и правая части останутся не связанными, просто разорвем случайно образом эту сетку, и проводимость у нас обратится резко в ноль. Когда это произойдет? Ну, вот в какой-то тот момент, когда вот этот последний узел, соединяющий левую и правую сторону, будет, ну, заблокирован, вырезан. Мы введем такую вот простенькую переменную x как отношение количества неблокированных узлов, то есть оставшихся белых, к общему количеству узлов, которые у нас есть в этой сетке, там сколько-то, n, n. Значит, ну, соответственно, мы вырезаем узлы, у нас это переменная x, которая, в принципе, может меняться от 0 до 1, да, 1 — это когда у нас все узлы на месте, как здесь, ну, а 0 — это предположим, что их вот, ну, вообще, вот, просто ничего этого нет. Ну, хотя мы так не можем сделать, все выглядит, конечно. От 0 до 1 измеряется, и то значение переменной, при котором наша проводимость обратится в ноль, на нет сойдет, ну, это будет какая-то конечная величина, вот мы ее назовем x, как бы x-критическая. Назовем эту критическую величину порогом протекания, то есть выше порога протекания, когда еще достаточно узлов, у нас есть какая-то отличная от 0 проводимость, а чуть ниже, ну, вот этого порога протекания, у нас проводимость резко обращается в ноль. Но можно так интуитивно представлять, чего бы могла вот у нас, если бы мы так с вами поступили, какое бы значение мы могли бы этого, значит, получить, порога протекания. Ну, понятно, что где-то, наверное, это какое-то, ну, может где-то посередине, там, я не знаю, да, явно там не близко к нулю, потому что, ну, где-то раньше приезжаем, мы явно не близко к единице, потому что это было очень много. Так, ну, следующий слайд. Да, и вот этот мысльный эксперимент, который мы сейчас провели, его реально физически провели, вот, Ватсон и Лиз, двое физиков, они вот в 74-м году просто купили вот эту, на рынке вот эту сетку такую, и измеряли эту проводимость. А, значит, узлов они 137-137 взяли, и вот у них на эксперименте было получено значение физическое 0,59. А вот можно вопрос с вами походу? Да, да, да. Они просто случайно много забрали? Да, то есть мы как берем? Да, ну вот, можно еще назад, когда вернулся. Ну, как мы можем взять? Мы можем просто сейчас все эти узлы наши есть. Они у вас прям в принципе, это не считалочка считает или что они как-то? Ну, как я говорю, вот, просто мы сейчас узлы все пронумеруем, какие-то цифры, ну, и, например, каждый из вас наугад какие-то числа напишет, мы на бумажках. А именно они-то как это делают? Они вот прямо так и делали. Ну, как? Я скажу сначала как проще, потом скажу как они. Мы просто бумажки эти в шапку положим, перемешаем, его гад будем доставать, и в такую визу перерезать. Ну, они, конечно, пользовались как бы более современными методами, ну, вот, просто на компьютере там можно Всевду случайно компьютер попросить задать конфигурацию, чтобы он случайно чисто тебе выдавал, какие коронеты выдает, да, тем и перерезаем. Ну, в общем, идея такая, то, что порог протекания получается наиболее вероятная какая-то величина. Ну, вот сейчас как раз об этом. Вот следующий слайд. Да, они что? Они получили значение 0,59. Ну, как, конечно, обстоит дело? Мы... Вот, давай следующий еще слайд, по-моему. Да, вот вопрос. Вот эта вот величина-то, она какой характер вообще имеет? Является ли это величиной случайной или это какая-то объективная реальность? Так вот, ответ, конечно же, да, что это случайная величина. Ну, понятно, мы по-разному эту шапку с бумажками перемешаем, по-другому будем эти узлы по очереди блокировать, но когда-то последний узел у нас окажется, ну, чуть раньше или чуть позже. Поэтому мы будем проводить этот эксперимент, и они так и делали. Они выбрали случайно, получили значение. Выбрали другую, получили другое значение. То есть эта величина, она варьируется от эксперимента к эксперименту, она не является достоверной величиной. Так, ну, не помню, что дальше, но давай попробуем следующий слайд. Да, то есть, порог протекания – это величина случайная. Но если мы проведём достаточно большое количество экспериментов, и усредним полученное значение на количество экспериментов от этого шапсицы – вот эти скобочки, это просто среднее обозначается обычно, как в математической статистике, то среднее число – это уже будет не случайно, это будет уже величина достоверная. Значит, ну, интуитивно тоже понятно, что, наверное, если мы возьмем сетку с разными значениями узлов, ну, даже в самом простейшем, мы имеем в банк 2 узла, 4 узла, там у нас вообще вариантов будет немного, мы получим одно значение. Возьмем сетку побольше, это значение будет каким-то другим. То есть вот это значение достоверной величины проба протекания свинья, оно зависит от количества узлов в нашей решетке. Вот это вот получается, что зависит от N, G, R, N, это количество узлов. Так вот, значит, центральная задача теории перкаляции, это определение вот этого порога протекания, критического, для сетки из очень большого числа узлов. Ну, понятно, что если мы это все хотим потом куда-то прикладывать, для каких-то физических систем, например, это типичный пример, это какие-то тонкие пленки, вот из атомов состоящих. Атомов у нас, мы знаем, что даже в небольшом образце у нас очень большое количество, ну, очень большое, стремящее бесконечности. Так вот, значит, я говорю, что порог протекания величина, но вот сейчас мы более точно определим, что на самом деле будем называть порогом протекания, это вот предел вот этой величины нашего среднего эксперимента при устремлении количества узлов в бесконечности, для бесконечно большой системы. Значит, вообще, есть ли этот предел? Значит, вопрос о том, что это, ну, знание о том, что этот предел существует, он основан на, ну, вот такой вот, как бы это, на самом деле, имеет вид отдельной теоремы математической. И, как она доказывается, это, в общем, не знаю, я не представляю, но это просто буду принимать с вами. Ну, когда, значит, люди посчитали и поняли, что вот дельта, это вот дисперс, ну, вот мы знаем, что включая величина, они там отклонением коррективизуются, так вот, есть математическая теорема, которая говорит, что вот эта дисперсия, то есть, наше значение, ну, погрешности будет с ростом, значит, числа узлов n, вот по такому закону расти, но c и, значит, у него это какие-то коэффициенты численные, они там известны, чем у него, но главное, что они, главное, что вот это вот, они положительные. То есть, с ростом узлов у нас, полученное от эксперимента к эксперименту, значение будет все ближе, ближе друг на друга быть похожим. И предполагается, что когда мы возьмем бесконечно большую сетку, мы вот это критическое будем получать, вот всегда одно и то же, от эксперимента к эксперименту, будет всегда одна, та же величина, она не будет случайной, она будет именно какой-то определенной, ну, просто зависящей от типа решетки, вот если квадратная, то другая, ну, другая решетка, ну, главное, другой, просто зависит от, ну, что ли, количества связей нашей решетки. Так, можно следующее, да, ну, тут много написано, но это просто еще раз, подведение вот этих соображений, только что, значит, в бесконечной системе исправил представление о четко определенном пороге протекания, который не зависит от того, какая случайная последовательность у нас была выбрана в эксперименте. Значит, в конечной системе значит, порог протекания, он, как определенный, не существует, существует так называемая какая-то область, ну, с какой-то погрешностью, да, в которую мы будем попадать каждый раз. значит, ну, и, значит, полученные большинства в связи с случайными последовательствами. С увеличением размеров системы, вот еще раз, эта область, ну, то есть, погрешность у нас просто сходит на ноль, и мы получаем определенное значение порога протекания. да, ладно, вот мы говорили про эту сетку проводящую, вот сейчас рассмотрим такую, ну, уже, так сказать, интересную физическую модель, это вот просто всем хорошо известные термогнетики, термогнетики рассмотрим с немагнитной примеси, ну, то есть, что, мы берем этот наш кристалл термогнетик, и магнитные атомы, вот, белыми это у нас магнитные атомы, которые имеют магнитный момент, и мы будем вместо них их доставать, а вместо них садить какую-то примесь немагнитную. Ну, мы такую совсем простую модель рассмотрим термогнетик, пускай, у которого взаимодействие есть только по ближайшим соседям. То есть, если у нас атомы соседние магнитные, то они все устраиваются в одну сторону. Если атомы, хоть на один друг на друга стоят, у них моменты разупорядоченные, случайно он в этом находится. Да, то есть, вот, черные, вот мы посадили немагнитные примеси, вот что получилось у нас, значит, белые, вот они разбились на какие-то области, так называемые, кластеры. Будем назвать кластером, просто совокупных связанных атомов. Вот у нас, пожалуйста, один кластер, вот они связаны с этим моментом. Вот у нас был кластер один момент, а тут вот у нас, один атом остался изолированный, он сам себе кластер. Значит, внутри кластера у нас есть магнитный момент, в одну сторону, а кластерами с собой не связаны. Так, раз, начнем. Ну, вот по аналогии, просто с проводимостью, мы определим только величину х, как отношение количества магнитных атомов, оставшихся, полному числу зло в решетке. просто рассмотрим предельный случай, какие варианты возможны. Пусть у нас х, много меньше единицы, маленькое значение, то есть у нас все в основном это примеси, а магнитных атомов мало. Ну, интуитивно кажется, что, наверное, просто у нас по одному будут селетики магнитно-атомы, они связаны, и, скорее всего, у нас будет просто много кластеров, просто по одному, или там по два, если повезет, может быть по три, атомы магнитные. Естественно, вот такого образца макроскопической, никакой магниченности нет, они все разупорядочены. Следующий слайд. Да, ну, возьмем предельный случай единицы, то есть у нас почти все, вот, пожалуйста, атомы магнитные, примеси очень мало, они сидят по одному, но тогда у нас, скорее всего, будет просто весь наш образец, это один такой большой кластер, то есть тут что только возможно, вот, где-то так, если совпало, что мы один вырезали узел, он оказался с этим дискоррелирован, у нас в общем, ну, магничность чуть-чуть, просто будет меньше возможной, она снизится, но в целом будет макроскопическая магничность, то есть мы говорим, что сохраняется бесконечный кластер. Следующий слайд. Ну, ладно, возьмем мы теперь много одинаковых образцов, целый ряд, заданным количеством магнитных атомов и полное число атомов. в каждом нашем образце мы посчитаем, сколько атомов в самом большом кластере. Ну, да, просто посчитаем в каждом образце, сколько у нас самой большой кластер по величине и усредним это значение по всем нашим одинаковым системам. Вот, ну, среднечство атомов в самом большом кластере. опять же, что это число будет зависеть от концентрации и от полного числа атомов. Так, значит, манимация есть от n и x. Возьмем отношение этого максимального количества атомов в самом большом кластере, поделим на полное число узлов и опять мы устремим это число узлов в бесконечности. Опять это отдельно, сложным образом доказываемое утверждение, которое мы просто рассмотрим, что оно есть, что в пределе большого числа узлов это вот вероятность будет какая-то конечность. То есть, дуаля атомов, принадлежащий самому большому кластеру, это опять же в бесконечно большой решетке это какая-то определенная величина. Вот, ну, это отдельный вопрос, может ли быть несколько этих бесконечных кластеров, но это вот гипотеза, она до сих пор не доказана, но люди спонят, потому что я все-таки в бесконечности классировал один. Ну, понятно, что если мы в системе берем большую, но какие бы варианты не реализовывались, они когда-то в один из кластеров сольются. Следующий слайд. Да. Ну, и вот опять задается вопросом, при какой концентрации вот этих немагнитных атомов у нас появится этот бесконечный кластер. Ну, и сейчас можно понять, что просто задать с проводимостью сетки и термогнитных примесем. Это, в общем-то, одна и та же задача. Вот, у нас была эта сетка, где мы перерезали узлы, а сейчас у нас эта сетка, где у нас магнитные немагнитные атомы. То же самое, что у нас был блокированный узел, которым кусачками мы вырезали, это то же самое, что мы посадили примитивно к этой задаче это немагнитный атом, а узлы не блокированные, по которым тот сеток, это у нас также в этой задаче просто магнитные атомы. Ну, так, следующий слайд. Да, ну и вот просто мы понимаем, что можно вообще не задаваться вопросом, какую мы задачу вообще рассматриваем там проводимость и термогнетик, все это одна и та же задача на самом деле. Вот так называемая задача узлов, причем, ну, как я говорил про двумерность и тем, можно все это обобщить на трехмерный случай. Вот, взять трехмерный и задаваться тем самым вопросом, да. Ну, я, вот, я, например, привел, для трехмерности от этого будет уже другое значение, оно ниже, 031, концентрация блокированный узлов или термогнетик, ой, ну, то есть примеси магнитных. Ну, в общем, люди эти задачи не занимаются уже абстрактно от этих моделей физических и получают результаты. По-моему, это у меня последний слайд, посмотри. Да, ну, я просто пару слов еще скажу, что, вообще, как это люди исследуют, люди это исследуют, это, в общем-то, численные эксперименты ставят, то есть моделируют там, ну, метод Монтекарлован самый распространенный, то есть понятно, что эксперимент скачная шутка не поставишь, вот, ну, занимаются, и какой-то все выход имеет, просто есть так называемые вот критические явления у нас, физики твердого тела, вы знаете, ну, различные фазовые переходы, когда люди рассматривают там вот эту вот, так сказать, систему, она себя в таких случаях начинает вести примерно так же, там вот в этой критической области появляется такой, то есть сильно скарьированный данным образом пластер, ну, и можно вот, рассматривая такие абстрактные эти задачи, как-то объяснить явление, которое происходит в твердых телах, на основе вот этой эквивалентности поставленной задачи. Ну, вот такая вот твердых эквиваляция. У меня вопрос будет, для вас еще раз? да, да, да. У меня вопрос такой, вас интересовало, что именно данный тройк эквиваляция, то есть, как бы, какие-то использования решеток или реально там эквиваляция, то есть, криткости граны там? Ну, вообще, вот как наука, это, в принципе, это математическая наука, это вот просто рассмотреть такие абстрактные модели, которые имеют приложение везде. Ну, да, то есть, вот ключевая эта идея, что мы рассмотрим абстрактную вот эту модель, и это будет применимо и для там протекания газа, реально, ну, как бы, что-то течет, либо протекания тока, либо, либо, просто есть, есть разный как бы встречный вопрос, просто если рассматривается общая теория, почему бы вы рассматривали ее на задачу вновь, допустим, а не задачу связи, потому что она, как бы, это несколько разных поставленных, по-разному поставленных задачи, с несколькими, но там есть различия, элементальные, с точки зрения теоретика, с этого области, со следующим образом. Да, на самом деле, если эта тема больше интересоваться, да, как бы, первая задача, задача, связь, это другая задача, да, которая рассматривается. Почему бы вы? Нет, я бы мог про нее тоже рассказать, но это было бы слишком просто долго, и зачем нам, для первого знакомства, ну, хватит, да, действительно, задача связи, другая задача, там мы будем перелезать связи, и тоже искать эту величину, и мы будем получать другие значения, да, ну, а там уже вопрос, если мы, так сказать, ну, уже к физике это применяем, какая больше модель будет применима, связи или узлов, ну, вот у нас уже решили, с физическими соображениями, да, рассматривают и те, и те, ну, и там я скажу, что эти задачи можно вообще усложнять далеко, можно уже брать, не просто соседний узл связи, по пришелке, а можно брать, там, какие-то задачи сфер, вместо точки, окружить сферами, смотреть их соприкосновения, уже для такого, не для кристалла, а для каких-то мордных тел, просто случайных узлов, и смотреть, как-то там по какому-то радиусу подбывается, там можно много всего придумать, это, конечно, все это вот, так сказать, совсем от начала, там это все дальше легко уходит, да, это все, ну, это все. Спасибо. Я на практике имела дело с задачей протекание жидкости через полисовый образец, вот, и я хотела узнать, может, эта теория, учитывая взаимосвязи между этими собственными узлами, от пустыни, которые мешают или способствуют протеканию чего-либо сквозь них, может ли эта теория помочь описать вот такой химический образец? Значит, еще раз, что у нас, что у нас? Жидкость протекает через полисовый образец. Поры тоже расположены вот так статистически, они сквозные. Ну да, но вот сейчас, если вот можно, вообще там этот самый второй слайд был, где у меня там вот это вот был кусок публикации какой-то вот этой. А, потому что они изначально, как бы занимались вот этими углями, и по сути вот даже задача это протекание не газа, но жидкости через... Да, на самом деле вот эту статью, ну я как просто беглую пролистал, она очень большая, они на самом-то деле вот здесь про эти газы это что-то говорят, а на самом деле дальше они вот как раз вот об этом пишут, если посмотреть про протекание жидкости, там, ну там-то они вообще-то все намного сложнее, там такая математика, то вы сразу не понимаешь, вот они реально там какой-то результат получат. то есть какие-то там конечные там расчетные формулы, которые я могу использовать. Вот они там ниже, если промотать, да, они там реально написаны. Давай найдемте, можно я ремарху? Дайте, пожалуйста. На самом деле, одни из первых работ, как раз таки, были связаны с исследованием протекания образцов жидкостями, да? Причем там были исследованы просто в зависимости от вязкости жидкости. То есть, в принципе, там много наработок есть. Нет, конечно, насколько у них формулы адекватные получились, насколько они там с этим экспериментом подойдут, я не знаю, я знаю, что там... У них отличная заплала. Это очень здорово, потому что, когда я занялась этим вопросом, мы, собственно, никакой, недвенечательной модели адекватной я не нашла. Я просто не знаю, что это так называется. Вот, вот, вот так называется это спереди, да. Все, спасибо. Ну, ладно. Александр, у меня вопрос такой. Купер. Вот в данной задаче все время рассматривается в модели то, что связи одинаковые, грубо говоря, по качеству. А вот усложнить задачу, то есть, допустим, вот, насколько я понимаю, при трекаляции на прошлой ЗПШ там немножко касался рывки, что-то там про интернет-сети рассказывал, про нейронные сети. Вот, допустим, ну, допустим, мы, короче, графу строим такой и, грубо говоря, ребрам разный вес подведем. Ну, допустим, в твоей задаче, если ребра будут с разной проводимостью, как-то вот так усложнить можно, что средний заблажай проводимый да, ну, как я знаю, вот первое, то, что мы можем усложнить, там я показывал просто квадратную методическую решетку, и, конечно, мы можем взять сразу же нутка, какой-нибудь реально у нас там кристаллы там, у него все разные, оси там, это тетрагональная там симметрия, и да, другие значения мы получаем так, смоделировать, но тут ты еще хочешь сказать, ну, да, какой-то разный вес. Типа усложнить, да? Ну, да, но это скорее уже будет задача вот не узлов, а связей, про которые говорили. Да, да, ну, да, дальше посчитаем. То есть такая связь шире, и получается там определяется, куда выгоднее протекольчик, если заниматься моделированием. Там есть лучшин, да, темно-чем. Ну, от симметрии, ну, вот какая у нас решетка, как решетка, да, 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 зависит, то есть вот даже таких простых, ну, да, вот там было, что у нас 0,50, сколько 9, и совсем было. Для планарной, там уже в трехмерном меньше, да, возьмем другую решетку, да, другие значения, то есть там просто, ну, можно найти, да, приводить там. На самом деле, там уже много, что рассчитано, там для всех симметрии, на самом деле, если это рассчитано, все эти, да, 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 вот, собственно, от этого только оно и зависит, какую общую симметрскую задачу. там больше ниже, там немного раньше. Ну, это какие-то более поздние уже работы, тогда была сама первая, но на самом деле, да, ни с вами, то сколько там. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают чего-то. Ну, я не помню. Ну, она такая там была. Тут же она нашла в доступ. Я через это знаю, что сайты, которые взламывают эти все индукции. А архив, что ли? Нет, просто там журналы все эти платные. Так просто отрёшь, если доступа нет. Но университета есть и кто-нибудь, а все мэйс, из какой-то сайта, где можно там просто номер бить, и он тебе позволит скачать. Да, да, да. Наверное, мы сейчас долго будем искать, потом уже посмотрим. Ну, ладно, давайте. Тем более, что... Ну что, давайте еще раз. А чё?